всем привет в студии столицы нижней евгений чкунов организатор битвы моторов евгения правильно тебя представил ну почти правильно на самом деле битвы моторов организует целый клуб это большая команда людей вот чем вы занимаетесь как вы называетесь клуб называется нижегородский автоклуб если полностью если сокращенно автоклуб н.н. вот у нас узконаправленная специализация мы занимаемся любительским и мелко профессиональным автомобильным спортом стараемся развивать направление автоспорта развивать соответственно область нашу в этой же стезе вот развивать пилотов развивать людей и показывает что автоспорт на самом деле это доступно просто и попробовать каждый а вот сейчас мы об этом поговорим вот первый вопрос о формате битвы моторов что это соревнование в чем соревнуются эти ребята ну битву моторов это наш такое статусное мероприятие это соревнование по драк рейсингу в двух словах что это такое думаю что не все знают драк рейсинг это гонки на ускорение на короткой дистанции в 402 метра в битве моторов драк рейсинге как раз таки категории основные 2 то есть там все мероприятия делиться на несколько классов вOSE участники а вот основных направлений 2 это городские автомобили автомобиль спортивны в городстве на те на которых реально ездят по дорогам города городские автомобили это те на которых реально можно ездить то есть этот автомобиль пройдет техосмотр у него дорожная резина у него полностью собранные фары полностью собранный там салон бампер а так далее так далее так далее то есть он внешне очень хорошо напоминает автомобиль и он реально может передвигаться по городу а кто вообще эти люди которые соревнуются вот их социальный статус кто они такие на чем они ездят в конце концов социальный статус на самом деле разный и подход у людей тоже очень разный есть обычные люди со средним достатком которым это просто интересно это одна из направлений собственно наши клубы для того чтобы показать как бы всем что для того чтобы участвовать в автоспорте в каких-либо мероприятиях неважно то дрэк-рейсинг кольцевые гонки или еще что-то вот мы специально для этого проводим серию любительских мероприятий чтобы каждый мог приехать именно нижегородское кольцо чтобы это был там не городская дорога не поле там не еще что-то это были хорошо организованные мероприятия с инфраструктурой и каждый за сравнительно небольшие деньги на своих автомобилях с какими-то не сильно сложными доработками мог принять участие и участие это был конкурент то есть например на девятки можно гоняться или только на gtr ездит да в группе спорт есть ой группе стрит есть класс не соврать бы до двух литров по моему как раз попадает 9 и она может конкурировать с например с чем например с теми же какими-нибудь иномарками с моторами объемом до двух литров это какие-нибудь гольфы и так далее хэтчбеки и как есть шанс у таких ваших женские есть автомобили выигрывают конечно ну сейчас уже уровень дошел такой степени что такая вот грубо говоря заводская машина которая прям вот сошла с завода в нее человек сел и поехал так как дрэк-рейсинг это технический вид спорта и здесь от мастерства пилота конкретно вот в городской группе мало что зависит его задачи главное вовремя переключать передачи это не очень сложно вот то автомобиль конечно надо дорабатывать дорабатывать насколько это позволяет силы время кошелек и так далее и так далее ну как минимум это более высоко октановое топливо но по это немножко другие колеса то есть не те с которых она сошла с автоваза не на отеле в общем ездит а спортивная резина да на ней можно ездить по городу но она спортивная не и другие свойства не другие сцепные характеристики план на будущий год у битвы моторов какие уже распланировали календарь на самом деле планы достаточно грандиозные в этом году мы ездили по чемпионату россии на несколько этапов получили очень положительный опыт в следующем году мы легализовали свое мероприятие с точки зрения получили поддержку российской автофедерации спортивными теперь на наших мероприятиях можно будет наконец-таки получить какой-то разряд спортивный побеждая завоевывая какие-то титулы можно в конце собрать награды и стать действительно там кандидатом кандидатом или мастером до или мастером или получить какой-то разряд определенный я думаю что пока у нас запланировано два этапа но еще вся зима впереди очень много согласований очень много моментов возможно мы добавим третий этап вот это опять таки а по датам автофедерации связано по датам это скорее всего начало июня и август то есть лет эти два месяца до то есть июня тот тот самый месяц когда уже и спортсмены готовы и снег по-настоящему сошел и погода позволяет потому что ездить там 10-15 градусов устраивать соревнования где важен и зацеп и асфальт и прочие прочие моменты и опять таки все должны себя чувствовать комфортно и зрители иногда ли мерзнуть никто не дает согласен и вот еще скажем можно ли мы в будущем году увидеть какой-нибудь ультра классное противостояние между не знаю какими-нибудь автомобилями намечается ли такое ультра классное противостояние на самом деле идет всегда замечательный момент то что нижний новгород стал догонять такие города монстры как и москва и санкт-петербург и противостояние то оно не внутри городское а собственно битва столицы получается вот да есть люди на определенных автомобилях с определенными результатами которые постоянно переписываются на тех же форумах встречаются на разных мероприятиях говорят что нет наш московской машины быстрее нет наш питерской машины быстрее теперь он говорит нижегородской машины быстрее да и так как война идет за десятые а то и сотые секунды то она будет собственно длится всегда автомобилей строится сейчас много подготавливается в нижнем новгороде даже сейчас конкуренция возрастает вот еще одну машину собрали пока не знаем и результат потому что зима евгений спасибо большое за участие в программе ну и ждем спасибо 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 спасибо